Креница Поверью, освещенная вода поможет и грехи смыть, и вылечить тело и душу. И могилевчане в это верят. Знаете, что у меня ребенок болеет мучечкой? Вот я решила, чтобы ребеночку было здоровенькое, было мое хорошее. Сколько бутылок берете? Каждому одну. На всех. На всю семью? Да, конечно. По вере нашей нам будет, мы придерживаемся, стараемся придерживаться, по крайней мере, наших традиций, канонов. Поэтому муж отработал, после ночи решили приехать. Считается, что на крещение вода обладает чудодейственным эффектом, поэтому омыть руки, лицо и даже сделать глоток воды считается просто обязательным. А вода холодная. Несмотря на то, что праздник в этом году выпал на рабочие дни, люди терпеливо стояли в очереди. Ребенка нужно с детства приучать ко всем нужным врядам, которые придуманы не нами, а пришли еще от наших предков. Поэтому мы стараемся всегда с ребенком ходить. Водичку будете набирать? Конечно. И свечку ставить будем. А для чего водичка вам нужна? Ну, я думаю, что святая водичка должна быть дома всегда. Есть. А что у тебя в руках покажи нам? Что у тебя в руках? Расскажите. Что это? А что это так? Что это? Водички копать. Водичку набирать? Да, где это водички. На крещение принято купаться в специальных прорубях – Иорданях. Какой бы ни была погода, люди окунаются в водоемы в память о том, как этот обряд в реке Иордан проходил сам Иисус Христос. Во-первых, это помогает психологически закалиться. Я даже не знаю, сейчас отвечу, что мне холодно. Холодно, значит, все-таки, да? Ну, вообще здорово. Сейчас вышел – хорошо. Для меня это какой-то заряд, может, на будущий год. Крещение – это такая поровная точка. Если я справился, значит, и все будет получаться. Каждый год окунаетесь? Да, обязательно. На крещение 19-го ежегодно приезжаю, и я обязательно окунаюсь. Ну, и как, болеете? Ну, как бы, наверное, все-таки помогает. Окунались в этот день и на Печерском озере. У специально вырубленной проруби дежурили спасатели. Несмотря на крещенские морозы, многие могилевчане посчитали обязательным искупаться в ледяной воде. Отлично. Главное рискнуть первый раз. Самое главное. Я считаю так. Все. Первый раз попробовать, а потом пойдет саму. И главное, о чем не задумываться – это здоровье. Температура воды в водоеме плюс 2 градуса, воздуха – минус 7. В самый раз, говорят, бывалые моржи. Хорошо. А расскажите, вам не холодно? Нет. Отлично. Попробуйте даже. Не пожалеете. Традиции какие-то нам до этого показали. Более старшее поколение, чтобы мы не отставали. И чтобы наше будущее поколение было таким же здоровым. От нас все зависит наше будущее, правильно? Чтобы не терялась эта традиция. Не терялась эта традиция, да. Перезарядка. Перезарядка. А еще? А еще не знаю. Не работает у меня, все на экзамене. Ну, бегите, одевайте. Все. Спасибо. В последние несколько лет, года три, мы сюда приходим, и очень большое количество людей окунается. Поэтому теперь я хочу сказать, много моржей. Раньше было мало, а теперь много. Куда мне повернуться? Нет, спасибо, Ирина. Может, в следующий раз. Холодно же смотреть на вас. Попробуйте. Прекрасное, прекрасное чувство. Крещение – праздник, когда благодатная сила нисходит на каждого, и зависит она не от температуры воды, не от ее количества и качества, а от веры человека. А меня своим зарядом энергии могилевчане почти убедили. Пожалуй, в следующий раз окунусь и я.